Выбрать подходящую материнскую плату для процессоров Intel Skylake не так просто. Производители буквально завалили перелавки новыми устройствами. Особняком стоят платы для самых требовательных энтузиастов, готовых серьезно потратиться на качественную платформу. Сегодня мы рассмотрим возможности флагмана новой линейки компании MSI. MSI Z170A X-Power Gaming Titanium Edition. Плата основана на чипсете Intel Z170 и выполнена в классическом формате ATX 305 на 244 мм. Дополнение Titanium Edition в названии модели используется вовсе не случайно. Печатная плата имеет характерный окрас, при этом серебристые алюминиевые радиаторы системы охлаждения только подчеркивают дизайнерское решение. После засилия модели с черными PCB, такой неординарный шаг производителя принимается едва ли не с благодарностью. Строгий черный, кажущийся более универсальным, за последние несколько лет основательно поднадоел. В этом плане MSI Z170A X-Power Gaming Titanium Edition приятно порадовало. Для силовой подсистемы платы используются высококачественные элементы. Блок стабилизатора имеет 16 фаз. Применяются сборки DRMOS и управляющий контроллер производства International Rectifier. В цепи используются новые дроссели Titanium Choke с улучшенными характеристиками. Зона VRM щедо усыпана емкостями с танталовыми сердечниками. Очевидно, что силовой блок позволяет выходить за номинальные рамки. Еще одно тому подтверждение – наличие двух коннекторов для подключения дополнительного питания. Кроме уже привычного восьмиконтактного разъема, у верхней кромки PCB также размещен еще один четырехконтактный коннектор для увеличения мощности 12-вольтной линии. Для охлаждения силовых элементов используются радиаторы средних габаритов, которые объединены между собой с помощью тепловой трубки. Четыре слота для модулей памяти позволяют установить до 64 ГБ АЗУ. Плата поддерживает планки стандарта DDR4. Технология DDR4 Boost, предполагающая минимальное расстояние проводников от памяти к процессору, позволяет использовать наиболее скоростные планки. Все слоты имеют черный окрас. На плате, рядом с коннекторами, есть подсказка, какие разъемы лучше заполнять в первую очередь. MSI Z170A X-Power Gaming Titanium Edition предлагает семь слотового расширения. Это четыре полноформатных PCI-Express X16 и три компактных PCI-Express X1. Плата позволяет использовать одновременно четыре видеокарты с чипами AMD. Если же речь идет об адаптерах с процессорами от NVIDIA, то конфигурация ограничена двумя видеокартами в режиме 2-way SLI. Два из четырех слотов имеют металлический каркас, увеличивающий механическую прочность разъемов. Для конфигурации с несколькими видеокартами производитель предусмотрел дополнительный шестиконтактный коннектор питания, который позволяет избежать просадок напряжения на шине, особенно во время разгона. У нижней кромки размещен блок дип-переключателей, позволяющий отключить три из четырех слотов PCI-Express X16. Тем самым можно управлять количеством подключенных видеокарт, физически не извлекая их из разъемов. Плата очень щедро сдобрена различными приспособлениями для управления системой на открытом стенде. В правом нижнем углу размещены подсвечивающиеся клавиши включения и перезагрузки. Кроме того, на плате имеется вращающийся селектор, имеющий 8 фиксированных положений, которые подразумевают различные стадии разгона. Плата оснащена двумя микросхемами BIOS, при этом предусмотрен двухпозиционный переключатель, который позволяет пользователю самостоятельно выбрать, с какого конкретно чипа будет производиться первичная загрузка. Активная микросхема подсвечивается дополнительным светодиодом. Материнская плата имеет оригинальный модуль OC Dashboard, который порадует энтузиастов, серьезно занимающихся разгоном. Небольшая печатная плата номинально установлена в правом верхнем углу PCB, при этом сам модуль нестационарный. Его можно снять с посадочного места и подсоединить к материнской плате с помощью специального кабеля, поставляемого в комплекте. На модуле OC Dashboard продублированы клавиши включения и перезагрузки системы. Кроме того, здесь размещены кнопки для изменения базовой частоты и процессорного множителя. Еще одна клавиша позволяет восстановить заводские настройки платы. Тумблер Slow Mode может быть востребован во время экспериментов с охлаждением жидким азотом, но кнопка FastBoot позволяет во время загрузки автоматически попасть в оболочку UEFI. В области OC Dashboard расположена группа контактов V-Checkpoint 2 для замера напряжения различных узлов системы. Чтобы подключить щупы прибора, используются специальные переходники, которые также поставляются в комплекте с платой. Такой вариант предпочтительнее схемы с контактными площадками, особенно в ситуациях, когда нужно длительное время мониторить значения, а не довольствоваться единичным замером. У правой грани материнской платы размещен дополнительный порт USB 2.0. Это еще одна плюшка для энтузиастов. Плата поддерживает технологию BIOS Flashback Plus, позволяющую обновить прошивку с USB накопителя. При этом для программирования микросхемы нужно лишь подключить блок питания. Отдельная клавиша для очистки кМОС памяти, опция из разряда Maskev для энтузиастских моделей. В данном случае кнопка выведена на интерфейсную панель. Полезным дополнением является сегментный индикатор Debuglet, который после кодовых сообщений во время запуска системы переходит режим отображения фактической температуры процессора. Для подключения накопителей на плате предусмотрено два порта SATA Express, из которых можно получить четыре порта SATA 6 Гбит в секунду. Рядом размещены еще четыре SATA. Два из них обслуживают чипсет, еще пару, дополнительный контроллер ASMedia ASM 1061. Для скоростных накопителей на PCB имеется два порта M.2X4 с пропускной способностью до 32 Гбит в секунду. Предусмотренные площадки и крепления позволяют использовать SSD длиной 42, 60 или 80 мм с интерфейсами SATA или PCI Express. Поддержка шины USB 3.1 реализована с помощью дополнительного контроллера ASMedia ASM 1142. Производитель предлагает оба порта в формате USB Type-A, не используя набирающий популярность USB Type-C. Для организации Ethernet соединения применяется гигабитный сетевой контроллер Intel i290V. Хороший выбор, не иначе. Розетка Ethernet эффектно подсвечивается красным светодиодом. Звуковой подсистеме было уделено отдельное внимание. Платформа, получившая название Audio Boost 3, основанная на кодеке Realtek ELC1150, закована в металлические латы для снижения наводок. Область звукового тракта выделена в отдельный сегмент. Пограничная дорожка подсвечивается красными светодиодами. В цепи используются специализированные емкости Chimikun и пара усилителей для раскачки наушников. С обратной стороны печатной платы элементов минимум. Здесь хорошо видно крепление элементов системы охлаждения VRM и чипсета. Радиаторы надежно фиксируются с помощью винтов. Отдельно отметим тщательное изолирование области звукового тракта. На интерфейсной панели хороший набор портов. Здесь размещен PSNA2, а также три порта USB 2.0. Один из портов USB 2.0 развернут перпендикулярно плоскости печатной платы. Именно он используется для обновления прошивки с помощью механизма BIOS Flashback Plus. На панели также присутствуют четыре порта USB 3.0, а также пара максимально скоростных USB 3.1. Для подключения устройств отображения предусмотрено три цифровых видеовыхода, дисплей порт 1.2 и пара полноформатных HDMI. Для подсоединения акустики доступны пять 3.5 мм разъемов и оптический SPDIF. Единственная клавиша на панели позволяет очистить пост память. Плата поставляется в эффекты серебристой коробки средних размеров. За откидывающейся дверкой можно рассмотреть самоустройство и ознакомиться с используемым набором ключевых технологий. Комплект поставки ожидаемо расширенный. Вместе с платой предлагается подробное руководство, инструкция по быстрой установке, диск с драйверами, шесть кабелей сериалота, кабель для подключения панели OC Dashboard, гибкий мостик SLI, панель на заднюю стенку корпуса, специальное приспособление для удобной установки процессора в разъем, а также переходники для подключения щупов мультиметра. В поставку также включен набор тикера для пометки интерфейсных кабелей, наклейка с логотипом игровой серии и табличка на дверь для самых отважных любителей поиграть. Материнские платы MSI на базе чипсетов Intel 100 серии получили обновленную версию UEFI – Click BIOS 5. В целом общая концепция сохранилась, но некоторые решения разработчиков упрощают настройку платформы. Что касается доступных параметров, то предлагаемый набор удовлетрит и самых искушенных пользователей. Напряжение питания на вычислительных ядрах процессора можно повышать до 2,015 вольта. Вольтаж на модулях памяти изменяется в пределах от 0,6 до 2 вольт. Для программной настройки платы используется приложение MSI Command Center. Возможности утилиты привычны – мониторинг напряжений, температур, параметры системы охлаждения. В разделе Game Boost изначально прописаны режимы, которые будут активированы при выборе того или иного значения. При выборе первого режима тактовая частота чипа Core i7-6700K увеличивается до 4300 МГц при напряжении питания 1,286 вольта. В положении 2 процессор ускорялся до 4400 МГц, а напряжение питания автоматически увеличилось почти до 1,3 вольта. Режим вполне рабочий и приемлемый для длительного использования. Последующие положения переключателя уже были недоступны для нашего экземпляра процессора. Так или иначе, в ручном режиме в разделенное 4600 МГц нам удалось получить без каких-либо сложностей при 1,39 вольта. Чем плата действительно порадовала, так это стабильная работа комплекта памяти DDR4-2666 на эффективной частоте 3200 МГц при питающем напряжении 1,35 вольта. MSI Z170A X-Power Gaming Titanium Edition неординарная платформа для процессора Intel Skylake. Кроме импозантного дизайна и широкой функциональности, модель предлагает целый набор оверклокерских приспособлений. Плата отлично подходит в качестве основы для мощной игровой системы, но в первую очередь модель будет интересна пользователям, желающим поискать предельно миогерц новых чипов Intel. Именно для таких целей нужна тюнингованная материнская плата стоимостью порядка 350 долларов. Для всего остального есть заурядная рабочая лошадка.